Приветствуем вас, друзья! Добро пожаловать на нашу программу «Сила в полдень». По милости Божьей мы еще можем с вами встречаться. Давайте прочтем книгу Откровения 3-я глава. Заметьте то, что здесь сказано в Библии. В 11-м стихе этой главы сказано «Сея гряду скоро, держи что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Я хочу чтобы мы сегодня с вами запомнили этот стих. И давайте поговорим о том, как может произойти так что кто-то восхитит наш венец. Откроем 2-ю главу книги Откровения стих 10-й. Здесь Иисус говорит о времени скорби. И знаете что Он говорит в конце 10-го стиха? Он говорит здесь «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Благодарение Богу, друзья! Я хотел бы получить этот венец. Если вы так же этого желаете, пошлите мне в чат сейчас слово «Аминь» те кто сейчас смотрит эту нашу программу. Давайте начнем, друзья! Мы можем здесь видеть то, как исполняются пророчества. Это статья от 14-го июля 2020 года. Давайте прочтем заглавие. Христианская страна, конституция которой была извращена светскими силами и безбожниками. Здесь на фото вы видите Роберта Джефферса. Вы уже знаете кем является этот человек? Он является одним из самых близких христианских союзников президента Трампа. Он является христианским советником Трампа. Он является протестантским советником вместе с Паулой Уайт и другими. И так здесь в этой статье говорится. Роберт Джефферс настаивает на том что Америка является христианской страной. Друзья, хотел вам сказать что красная линия которая будет проходить через всю нашу сегодняшнюю встречу. Мы с вами сегодня увидим как сразу с двух сторон продвигается и проталкивается за законом в воскресном дне. Как справа так и слева. Республиканские консерваторы которые принадлежат к правым силам и демократы это большей частью левые. Безбожники и секуляристы, атеисты вы уже поняли какие силы я имею ввиду. Как справа так и слева. Как сказано в Библии во втором послании к Коринфянам в 4-й главе стихи 8 и 9. Там говорится следующее. Мы отовсюду притесняемы. В английском переводе написано со всех сторон притесняемы. Павел пишет. Но мы не стеснены. Благодарение Богу за это друзья. И так по мере того как я буду делиться с вами этой информацией. Пусть эти новости вас не опечаливают. Ибо Бог не желает чтобы мы с вами испытывали беспокойство. Но чтобы мы были в эти последние дни доблестными и смелыми христианами. Послушайте то что здесь сказано в этой статье. Роберт Джеффресс настаивает на том что Америка является христианской страной. Давайте прочтем то что написано синим шрифтом. Джеффресс также цитирует решение которое было принято еще в 1799 году. Это важный и знаменательный год. И так в 1799 году Верховным судом штата Мэриленд было принято постановление в котором было следующее утверждение. Читаем цитату из этого постановления. Согласно формы нашего правления христианская религия является государственной религией в Соединенных Штатах. Что приходит вам на память друзья когда вы читаете или слышите об этой дате 1799 год? Я даже не сомневаюсь что вы знаете это. Да тут же вспоминается 1798 год. Друзья взгляните на это с библейской точки зрения. 13-я глава книги Откровения 3-й стих. В этом стихе сказано о том что папство получает смертельную рану. И в стихах 3-м и 4-м ясно говорится о том что эта смертельная рана исцелеет. Запомните это. И так в 1798 году папство получило смертельную рану. А что такое папство? Папство это власть, это такое учреждение можно сказать которое представляет из себя союз церкви и государства. В этом тандеме церковь диктует или оказывает свое влияние и контролирует государство. Это понятно друзья? Теперь давайте вспомним 10-й стих из этой же главы 13-й главы книги Откровения. Там сказано о том что папство которое однажды вело людей в плен само однажды пойдет в плен. Это уже исполнилось в 1798 году. Французский генерал вошел в Рим сверх с престола папу и бросил его в темницу. Хотя вскоре был избран другой папа, папство после 1798 года уже утеряло прежнее влияние над народами. Но Библия говорит нам о том что однажды эта смертельная рана папства будет исцелена. Папство восстановит свою прежнюю власть. Но погодите минутку а что мы видим в 11-м стихе этой же 13-й главы? В 1798 году папство получает эту смертельную рану и в этот же самый период времени мы знаем с вами о том что возникают Соединенные Штаты Америки. Зверь с двумя рогами подобный Агнцу. Но он этот зверь говорит как дракон. Об этом сказано в 12-м стихе 13-й главы книги Откровения. Этот зверь заставляет все народы земли поклоняться первому зверю устанавливая закон согласно которому все должны покоиться по воскресным дням. А это означает что в Америке мы с вами увидим этот союз церкви и государства. А что же здесь цитирует Роберт Джефферс? Он здесь вспоминает постановление суда от 1799 года в штате Мэриленд. В этом постановлении было сказано о том что христианская религия является основной религией в США. И кстати о какой христианской религии здесь идет речь? Давайте рассмотрим этот вопрос с двух точек зрения. С одной точки зрения он имеет в виду протестантизм. Отступивший протестантизм. Но это еще не все. С другой стороны римско-католическая церковь позиционирует себя как христианская религия. Но на самом деле эта религия не является христианской, а скорее антихристианской. К тому же в 1798 году в штате Мэриленд проживали в основном представители римско-католической церкви. В то время они проживали в штате Мэриленд. Слово Мэриленд состоит из двух частей Мэри и Лэнд. Земля Марии. Вы понимаете в чем здесь смысл друзья? Это их постановление от 1799 года было принято и противоречило первой поправки к Конституции которая была опубликована и принята в 1791 году. А то постановление о котором упоминает здесь Роберт Джефферс было принято в 1799 году, а первая поправка в 1791 году. В первой поправке сказано «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии». Достаточно ясно сказано, не так ли? И Роберт Джефферс в продолжении говорит о том, что Америка не сможет просто выжить с таким высоким уровнем распущенности, секуляризма, безбожия, безнравственности, который существует в настоящее время. И красным шрифтом здесь выделены его слова. Он говорит, что у христиан есть определенная цель. Он говорит здесь о том, что церковь должна сейчас голосовать за политиков, которые с помощью законов будут принимать установления церкви. И одним из таких постановлений церкви будет, как мы знаем, закон о соблюдении воскресного дня. Посмотрите то, что здесь дальше говорится. Он говорит о том, что христиане должны дать отпор злу, и по его мнению Бог предназначил правительству пресекать зло. Это звучит как призыв применить силу. Он говорит, когда мы избираем правительство, мы тем самым определяем моральное и духовное направление, по которому будет развиваться наша страна. Друзья, запомните сейчас. Применение силы – это последняя мера всякой отступившей религии. Это однажды произошло с римским католицизмом, и это же произойдет с отступившим протестантизмом. Обратите внимание, мистер Джефферс не призывает к тому, чтобы церковь начала бы активно проповедовать Евангелие в американском обществе для того, чтобы восстановить нравственность. Не об этом он здесь говорит. Он призывает остановить падение нравов, голосуя за политиков. А политики уже смогут использовать меч государства для того, чтобы узаконить и принудить граждан к тому, чтобы они стали более нравственными. Но именно таким способом и проявляется Дух Антихриста. Так действует власть дракона о которой говорится в 13-й главе Откровения в 11-м стихе. И в 12-й главе Откровения в 17-м стихе. Посмотрите следующую информацию. Мы сейчас можем наблюдать за тем как проявляется эта ярость Антихриста. Как они перешли от свержения статуй и монументов, главных памятников страны. И чем они сейчас уже занимаются? Сейчас они уже сжигают церкви. И как вы думаете что предпримут сейчас обычные люди и церковные руководители. Они сейчас будут более активно внедрять свои постановления. Свои законы и закон о воскресном дне с той целью что бы восстановить нравственность в стране. Посмотрите вот это друзья. Калифорнийская миссия подверглась нападкам вандалов. А здесь в заглавии написано следующее. Акт ненависти. Волна вандализма и поджогов в конце недели пронеслась над католическими церквами. Друзья это уже тема для еще одной программы. Я сейчас сделаю только небольшой анонс к этой теме. Католическая церковь сейчас стала жертвой всей этой анархии. И мне интересно что бы произошло если бы народ Божий, остаток Божий начал бы разоблачать лукавство римского католицизма открывая перед всеми злые дела папства. Будут ли этих людей так же называть анархистами? Будут ли этих людей так же причислять к этой группе анархистов? Будут ли их так же классифицировать как христиан в кавычках анархистов? Вы видите это интересный вопрос. Есть группа людей которая сжигает буквально сжигает католические церкви. Потому как эти люди настроены против католиков. Но есть еще одна группа людей которые называются соблюдающими субботу. Это верные адвентисты седьмого дня. И как сейчас относятся к этим анархистам? Точно так же впоследствии будут относиться и ко второй группе. Я сейчас не хочу слишком уж далеко входить в эту тему. Я собираюсь в будущем вернуться к этому вопросу. Вот на этом фото представлен Эрик Матаксес который берет интервью у Такера Карлсона. И Эрик на этом интервью сделал сравнение между событиями которые произошли во время французской революции в 1780-х и 1790-х годах с тем что происходит сейчас в Америке когда сжигаются и разрушаются католические памятники и церкви. Посмотрите вот это. Воскресный закон уже появился на горизонте друзья. Это то что сейчас происходит. И вся эта злоба и вся эта ненависть направлена против статуй памятников. На самом деле это связано с чем-то более глубоким. Мне не хотелось бы это говорить потому что это то же самое что происходило во время французской революции. В то время в глубине вся ненависть проистекала из ненависти по отношению к Богу и по отношению к любому виду власти. Эти люди были опьянены этой идеей устранить всякую власть и самим стать властью для самих себя. Если вы перестанете на самом деле ходить вокруг да около и поразмыслить над тем что происходит то поймете что все эти памятники выдающимся людям которые сейчас уничтожаются в Америке в этих событиях это не главное. Это все направлено против Бога, против церкви и против Девы Марии. Вот в чем кроется настоящая причина этого конфликта. Энрикис продолжая говорит он здесь упоминает о французской революции. Могло ли так произойти что сатана побудил своих людей и духов которые на его стороне участвовать во всех этих зверствах направленных против римско-католических памятников и церквей для того что бы нанести ей рану в кавычках для того что бы вызвать к ней сочувствие. Что бы люди говорили какая же многострадальная католическая церковь. И затем против всей этой анархии будут предприняты определенные действия и те же самые действия будут предприняты против тех которые являются народом Божьим, которые проповедуют весь для последнего времени. Против Божьего верного остатка. Это не то что должно произойти когда-то в будущем. Это уже сейчас происходит друзья. Происходит повторение событий французской революции. И помните как мы с вами обсуждали то что написано в книге воспитания на странице 228. Те же самые учения которые привели к французской революции стремятся вовлечь весь мир в борьбу подобную той которая потрясла Францию. Посмотрите как это все происходит сейчас. Воскресный закон предлагают ввести и правые и так же тот же самый воскресный закон будет предлагаться левыми силами. Вот посмотрите это. Это цитата из 9-го тома свидетельств для церкви со страницы 11-й. Живем ли мы все во время конца? Указывают ли все знамения на близкое пришествие Христа? Объединяются ли силы зла? Не забудьте эти высказывания друзья. А сейчас давайте прочтем написанное синим шрифтом. Силы зла объединяются и готовятся к последнему великому кризису. Не забудьте то что здесь написано. А сейчас давайте прочтем последнее предложение написанное красным шрифтом. Забастовки распространяются повсюду. Видим ли мы уже сейчас эти события? Статья 12-го июля 2020 года. В этой статье как раз говорится о забастовках. В заглавии написано «Рабочие отставающие права требуют от профсоюзов уйти с работы и начать общенациональную забастовку в защиту жизни чернокожих» прочтем написанное красным шрифтом «Национальное объединение профсоюзов». Здесь участвуют профсоюзы вы видите? Совместно с организацией отвечающей за расовую и социальную справедливость. И так какие группы здесь участвуют? Создана своеобразная национальная коалиция в которую входят профсоюзы. Вы обратили внимание? И так что же писал Эллен Уайт о том что будут делать эти силы зла? Силы зла объединяются и готовятся к последнему великому кризису. Я вам сейчас покажу что то же самое происходило во время французской революции. И дальше здесь говорится там также участвовали организации которые борются за расовую и социальную справедливость. И на какую дату они назначили эту забастовку? На 20-е июля 2020 года. В течении всего этого дня они хотят провести забастовку. Давайте прочтем одну цитату из книги воспитания со страницы 228. Здесь упоминается об анархии. Давайте прочтем написанное синим шрифтом. Здесь сказано «объединение беднейших классов». Для чего? Для защиты своих интересов и требований. И так кто участвует в объединении? Беднейшие классы. И против кого они выступают? Они выступают против обогащения малого количества людей за счет большинства народа. Видим ли мы это сейчас друзья? Посмотрите на экран. Происходящее сейчас подтверждает это пророчество. Давайте прочтем написанное синим шрифтом. Здесь говорится «корпоративная власть является угрозой расовой справедливости, опасностью для нашей экономики и опасностью для нашего выживания». Какое сильное заявление друзья! Посмотрите написанное красным шрифтом. И когда я буду это читать вспомните то что написала сестра Уайт. Объединение беднейших классов для защиты своих интересов. Они уже сейчас объединяют свои силы. Они уже сейчас призывают всех присоединиться к ним. Это угроза. Слышали ли вы когда нибудь имя такого человека как Вильям Барбер? Он курировал компанию которая называлась «компания для бедных». Они восстанавливали справедливость. Послушайте то что здесь написано. Здесь описано объединение бедных классов. Читаем написанное красным шрифтом. Причина по которой 20 июля вы увидите забастовки и протесты, а также забастовки и социально удаленные сидячие забастовки и регистрацию избирателей заключается в том, послушайте сейчас внимательно. Тысячи и тысячи бедных, низкооплачиваемых работников всех рас, вероисповеданий, понимают что расовое, экономическое, медицинское, иммиграционное, климатическое и другие проблемы, справедливости, все это связано. Вот как происходит объединение беднейших классов за отстаивание их интересов и противообогащение немногих. Это уже происходит, друзья! Давайте посмотрим дальше. Уильям Барбер устраивает все эти компании бедных людей. И также обратите внимание на то какое еще движение поддерживает экономическую и климатическую справедливость. Посмотрите написанное синим шрифтом. Что сказал папа Францикс по этому поводу? И что должно быть узаконено во всех народах и странах в целях борьбы со стихийными бедствиями и с целью заботы о бедных? Папа Франциск призывает принять закон о воскресном дне. Вот вам пожалуйста, друзья, призывы раздаются как в правом лагере, так и в левом. Посмотрите следующую информацию. Компания в которой участвуют бедные слои населения и здесь опять таки мы встречаемся с Вильямом Барбером. И кстати я хочу это тоже упомянуть. Вильям Барбер назван здесь восстановителем развалин. Знаете что мне это все напоминает друзья? Может ли эта компания, это движение, быть специально сфальсифицированной. Это компания которая объединила бедные классы. Потому как народ Божий должен иметь подобную же компанию. Ведь о них здесь в этой статье написано как о тех которые восстанавливают какие-то развалины. А где мы с вами встречаемся с этими словами восстановители развалин? В книге пророка Исаии в 56-й главе. Давайте откроем это место. И так книга пророка Исаии 56-я глава. Только друзья вам нужно здесь кое-что понять. Эта 56-я глава пророка Исаии разделена по смыслу на две части. Первая часть говорит об отношении к бедным. А во второй части говорится о восстановлении субботы. И так давайте читать 7-й стих этой главы и до 11-го стиха. Здесь речь идет о том как нужно относиться к бедным людям. А что мы находим 12-м стихе этой главы? Восстановление развалин. А что сказано в 13-м стихе? Реформа по вопросу истинной субботы 7-го дня недели. Вы видите это друзья? А с чем связано это движение под руководством Вильяма Барбара? Оно связано с экономикой. Оно связано во-первых с экономикой и во-вторых с климатическими проблемами. Эти вопросы ведут к принятию воскресного закона. И кстати позвольте я вобью еще один гвоздь в нужное место. Вильям Барбар получил свой походный приказ от Папы Франциска. Он позаимствовал некоторые пункты из книги которую написал Папа Франциск который кстати является иезуитом. Вот посмотрите и фактически он даже встречался с Папой Франциском. Вот посмотрите это друзья. Вильям Барбар отправился в Рим для того что бы там встретиться с Папой Франциском. Диктор говорит не так давно мы сообщали вам о том протесте и последующих за ним арестах которые организовал преподобный Вильям Барбар в столице штата. Многие поддержали инициативу Барбара в этом протесте за так называемые нравственно чистые понедельники взвешивая политику Белого дома и скандал связанный с Роем Муром кандидатом в сенат штата Алабама. Сегодня вечером Барбар направился в Рим для того что бы там встретиться с Папой Франциском. Вы видите это друзья? Такие вот движения в защиту нравственности по понедельникам могут легко перерасти в призывы по защите нравственности в воскресные дни и потом к соблюдению воскресного дня. Были митинги под названием Пятницы во имя будущего посвященные изменениям климата. А сейчас они пытаются нас убедить в том что голос Вильяма Барбара является голосом для народов и призывом к тому что бы улучшить обстановку в обществе. Послушайте это. Мы говорили сегодня вечером с преподобным Вильямом Барбаром по телефону по поводу ее нового статуса в движении которое называется прогрессивное движение наций. Президент и недавно созданная им коалиция как говорится восстанавливают развалины. В основном он использует уже созданное им ранее движение за понедельники нравственности. Друзья вы видите они придумали понедельники нравственности. Просто задумайтесь над тем что происходит. Движение за нравственные понедельники может прижиться в любой церкви. Но обратите внимание на то что это движение за нравственные понедельники уже переходит в общественные места и в места торговли. Нравственные понедельники это движение политическое и оно может легко перерасти в движение за нравственные воскресные дни. И не забудьте о том, друзья, что Папа Франциск также проповедует о социальной справедливости, которая связана с экономикой и с темой об изменении климата. Вот взгляните эта статья, я не буду сейчас все это читать, прочтем то что написано здесь синим шрифтом. Папа говорит «Я знаю, что вы взяли на себя обязательство бороться за социальную справедливость. А по каким вопросом Вильям Барбер встречался с Папой? По вопросам социальной справедливости. Папа за социальную справедливость, для того что бы защитить нашу сестру и мать землю, как он говорит. А что по словам Папы должно быть принято для бедных и для того что бы предотвратить изменение климата? Он говорит о том что должен быть принят закон о воскресном покое. Это еще один шаг к тому что бы был принят закон о воскресном покое. Нужно сказать что я видел некоторых рядовых членов церкви адвентистов седьмого дня и служителей которые участвуют в этом ложном движении в защиту бедных. Они образно говоря уже сели в этот поезд который движется к погибели к тому что бы был принят закон о воскресном дне. Вся эта кампания движется по направлению к погибели. Я так же хочу обратить ваше внимание на то что поддельное движение всегда предшествует истинному движению. В среде народа Божьего так же должна произойти кампания по вопросу изменения отношения к бедным. И позвольте я доведу эту мысль до конца. Почему члены церкви адвентистов седьмого дня постоянно присоединяются к подобным движениям? Если вы на самом деле хотите как-то помочь бедным людям организуйте свое собственное движение. Станьте главой а не хвостом. Друзья у меня и у моей жены есть определенные мысли по всем этим вопросам но нам нужно продвигаться дальше в этой теме. Движение за социальную справедливость. То движение которое поддержал папа Франциск. Закон о воскресном покое вместе с вопросами экономики и климата. Вот еще одно фото. Здесь сверху написано в красном прямоугольнике «Компания в защиту бедных». Восстановление развалин. Это их веб-сайт. И какое заглавие здесь мы видим в центре? «Моральная политика. Программа моральной политики для того чтобы исцелить Америку. Юбилейная площадка для бедных». Вот еще «Восстановление развалин». Вильям Барбер. Это движение не что иное как подделка, фальсификация. А вот еще «Народное собрание бедных людей». И шествие за моральные ценности на Вашингтон. Надпись «Мы поднимемся все вместе». Нравственная политика. А кто и в странах Европы и в США назван голосом нравственности и морали? Кто назван голосом морали во всем мире? Папа Франциск назван. Папа Римский. Может ли он считаться голосом морали и нравственности во всем мире? Вот посмотрите еще это. Что продвигают эти люди на забастовках, на которых объединяются беднейшие слои населения? Они выбирают людей на должности для того чтобы потом использовать их для издания законов, для того чтобы изменить правила для экономики. Обратите внимание как справа раздаются призывы к членам церкви чтобы они шли и голосовали за политиков, которые смогут внедрить установление церкви и поддержать церковные организации. Эти силы справа приведут к воскресному закону. А левые сейчас говорят давайте будем голосовать за наших политиков которые могли бы принять законы в пользу бедных. Они отстаивают такие вопросы как экономика, изменение климата и продвигают воскресный закон слева. О чем говорится во втором послании к Коринфянам в 4-й главе стихах 8-м и 9-м. Там написано «Мы притесняемы отовсюду, со всех сторон, но в каком состоянии должен сейчас находиться народ Божий? Но мы, Павел пишет, не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены.» Давайте посмотрим дальше. Это момент для того чтобы изменить нашу экономику и демократию. В отрыве от этого движения и без профсоюзов говорят они, мы не сможем добиться успехов в экономике, по вопросам изменения климата, по вопросам иммиграции и справедливости. Папа Римский предлагает им закон о воскресном дне. И обратите внимание, друзья, это все происходит в союзе с коалицией профсоюзов. А что мы с вами читали о профсоюзах в духе пророчества? Они являются одним из средств которые приведут этот мир ко времени скорби. Такого времени скорби, которого еще не было с основания этого мира. И, друзья, возвращаясь к 1888 году, когда обстановка в Конгрессе США была близка к принятию воскресного закона. Известно ли вам что профсоюзы были одними из тех, кто тогда активно проталкивал воскресный закон? Друзья, это означает то, что в 1888 году к принятию воскресного закона призывали как правые силы, так и левые. Это настолько очевидно, друзья. Посмотрите вот эту информацию. Эта статья вышла в 2015 году. Это издание принадлежит римско-католической церкви. И в этой статье они упоминают о 1888 году. Рыцари труда с профсоюзами. Все происходило так как и писал об этом А.Т. Джонс в 1890 году осмысливая прошлые события. Давайте прочтем то что он писал в 1889 году. Тогда существовали различные союзы. Союзы сторонников воздержания, трудовые союзы, они были все связаны вместе и продвигали биль о воскресном законе который был предложен сенатором Блеером и кардиналами. Я не буду сейчас все это читать. Давайте прежде чем мы окончим на сегодня прочтем вот эту информацию. Бог оставил нам в Библии определенные знаки которые говорят нам о том что пришло время приготовиться. Профсоюзы в итоге приведут этот мир к такому времени скорби которого еще никогда не было на этой земле. Те которые сейчас смотрят нашу программу я хочу задать вам один вопрос. Чьим именем в Библии связано время скорби? Этот человек жил во времена Ветхого Завета его звали Иаков. Испытывал ли Иаков тогда затруднения и скорбь со всех сторон? Он не мог уже вернуться в дом Лавана потому как у него там возникли проблемы. Он так же боялся идти вперед. Почему? Потому как ему навстречу ушел Исаф. Он испытывал давление со всех сторон. И какой опыт тогда пережил Иаков? И какой опыт мы с вами должны будем пережить? Посмотрите это друзья. Здесь сказано о том что когда мы увидим что приближается принятие воскресного закона как справа так и слева. И давайте прочтем написанное внизу красным шрифтом. Разве не должен прозвучать голос открытого предупреждения, который пробудил бы церковь и указал бы ее членам на грозящую им опасность? Разве мы можем позволить что бы все было пущено на самотек и сатана одержал бы победу без всякого противодействия? Да не будет этого. Итак частью какого протестного движения должны уже сейчас стать те которые являются адвентистами седьмого дня? Против чего они должны протестовать сейчас? Вы понимаете что я имею ввиду друзья? Наш протест должен предупредить церкви и отдельных людей о том что приближается время когда будет принят закон о воскресном дне. И эти призывы будут исходить как справа так и слева. Посмотрите вот эту цитату друзья. Здесь написано «близится время испытаний, ибо раздается уже громкий клич третьего ангела в откровении о праведности Христа, искупителя прощающего грех». В чем я нуждаюсь в это время? В чем вы нуждаетесь в это время? В праведности Христа. Чтобы иметь уверенность в том что он был оправдан. Чтобы иметь уверенность в Божьем расположении. Чтобы иметь уверенность в присутствии Христа. Чтобы получить силу для встречи с Исавом. Мы с вами нуждаемся в том чтобы пережить подобный же опыт. Именно поэтому мы и делаем эти передачи. Следующая цитата из материалов 1888 года со страницы 1073. Что происходило в 1888 году? Еще немного и был бы принят закон о воскресном дне. Послушайте то что здесь написано. Чтобы вы… Вы можете вставить сюда свое имя. Например чтобы Эндрю Энрике смог пережить время скорби. Вставьте в эту цитату свое имя. Чтобы вы смогли пережить время скорби вы должны знать Христа. Друзья вы должны знать Иисуса и использовать дар Его праведности который он вменяет раскаившемуся грешнику. Это то что произошло однажды с Иаковым. Только одна истина будет иметь значение в это время. Будет только одна тема которая поглотит все внимание. И это тема о том что Христос является нашей праведностью. Друзья если мы собираемся устоять в это время мы должны будем с вами пережить этот опыт. Аминь. 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 О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему. Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Это слова Христа об Иерусалиме, а вернее о людях, которые считали, что владеют истиной. Но слова Спасителя предельно ясны. «Погибнете! Вам нет дела до Сына Божьего!» Почему это произошло? Потому что не были приготовлены, поскольку не узнали время посещения их Богом. Время, которому не придали значения, ели, пили, женились, просто жили. И этого оказалось достаточно, чтобы услышать из уст Спасителя, который пришел спасать приговор. Знаем ли мы, в какое время живем? Придаем ли значение этому времени? Слышим ли голос Спасителя, обращенный лично к нам? Отвечаем ли ему? Или, быть может, как те иудеи, две тысячи лет назад думаем, что у нас все хорошо, что мы достаточно образованы и вполне мудры, чтобы отличать зло от добра, а истину от заблуждения? Возможно, мы даже посещаем церковь, соблюдаем праздники и стараемся жить честно, насколько это возможно. Если так, то что мы ожидаем услышать от Спасителя, если прямо сегодня Он вернется, как и обещал? Что Он скажет, обозревая уже наш город, как когда-то Иерусалим? «Великая борьба» — это книга, которая раскрывает перед нами грандиозную панораму глобального обмана. Обмана, автором которого является князь зла, а исполнителями те, кому мы привыкли доверять. Обмана, который призван усыпить бдительность людей, чтобы они думали, что знают истину, чтобы верили, что поступают правильно, чтобы надеялись получить спасение за добрые дела и многочисленные обряды. Эта книга, опираясь на исторические факты и библейские пророчества, ясно показывает, что великая духовная борьба, начатая еще на небесах, никогда не прекращалась, и нынешняя самонадеянная религиозность людей, как и тогда, две тысячи лет назад, всего лишь ловушка, цена которой — смерть. Книга «Великая борьба» поможет принять решение стать на сторону истины, узнать все о прошлых временах, верно оценить настоящее и приготовиться к будущему, торжественному времени великого посещения Богом нашего мира. Христос грядет! Ссылки на книгу в текстовом и аудиовариантах можно найти в описании к видео.